Депутатская комиссия сегодня рассмотрела законность проведения тендера на реконструкцию участка автодороги Балыкчи-Курумдум. Речь идет о ремонте 104 километров дорог стоимостью 6 миллиардов 830 миллионов сомов. Глава Минтранса сделал ряд громких заявлений о нарушении тендера и тех, кто за этим стоит. Зарима Мусаева подробнее. Отвечая на вопросы о законности проведения тендера на реконструкцию участка автодороги Балыкчи-Курумду, министр транспорта Аргумбек Малабаев обвинил своего заместителя Улана Уизбаева и окружение премьера в лоббировании китайской строительной компании Лонгхай. По его словам, ответственным за проект назначили не министерство, а департамент дорожного хозяйства. Контроль над проектом возложили на профильный отдел правительства. Позднее выяснилось, что тендер прошел с нарушениями. Его выиграла компания, не имевшая на тот момент соответствующей лицензии, добавил Малабаев. Как выяснилось, Уизбаев, заранее договорившись с приближенными премьер-министра и представителями китайской компании, лоббировал их интересы. В итоге тендер прошел с нарушениями. Заместитель полностью нарушил регламент и подписал все документы, даже несмотря на то, что я в это время был на рабочем месте. В правительстве создали по этому вопросу межведомственную комиссию. В ней указано, что министр не стал брать на себя ответственность, возложив все на заместителя. Я далек от этого. Я был в Бишкеке на своем рабочем месте. Меня просто ограничили в правах и с нарушениями провели тендер. Также на заседании было заявлено, что представители китайской компании, выигравшей тендер, приехали в Кыргызстан по студенческой визе. Депутат от фракции Республика Атаджурд, выслушав заявление министра, высказался жестко в адрес главы Кабмина. Победу в тендере присвоили иностранцам, которые не имели регистрации на территории Кыргызстана. Их лицензия третьего уровня на проведение дорожных работ мало того, что не соответствовала уровню тендера и была выдана в Китае, так она еще и была просроченной. Если представитель правительства прямо заявляет о причастности премьер-министра к лоббированию интересов какой-то компании в тендере, необходимо ставить вопрос о его отставке. Однако депутату Зарбек Джилхубаев призвал коллег не спешить с выводами, а отдельные депутаты посчитали, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы. Я далек от мысли, что человек, имя которого называется среди возможных претендентов на участие в президентских выборах, решился бы на такой шаг. Как-то не верится. Но как бы там ни было, вопрос надо решать не просто отставкой или увольнением. Виновные должны понести ответственность. Если бы депутатская комиссия не выявила эти факты и не обнародовала бы их, скорее всего, это даже не обсуждалось бы в правительстве. Получается, что все просто прикрывают друг друга до поры до времени. Поэтому, если правоохранительные и национальные органы серьезно возьмутся за этот вопрос, там еще много чего можно накопать в отношении многих членов правительства, а не только премьер-министра. Напомню, комиссия изучала законность проведения тендера на реконструкцию участка автодороги Балахчи-Там-Чичел-Пуната-Корум-Ду. 104 километра на 6 миллиардов 830 миллионов сомов. В нее вошли 4 депутата от фракции СДПК, 3 представители республики Атаджур, 2 нардепа от фракции Кыргызстан и лидер фракции Атамикен Умирбек Тикибаев. Возглавил комиссию Кубанчбек Джумалиев от фракции Бирбоу. Зарима Мусаева, Эльдиара Самбаев, Общественный Первый канал.